всем привет сегодня хочу показать вам небольшой кусочек процесс работы над портретом это у меня портрет акрилом я использую вот такой обычный картон я его загрунтовала он получается более такой тоненький чем холст я нанесла где-то где-то 23 слоя наверное акрила там первый слой я сделала белым грунтом потом добавила бежевого и потом такого бежевым розового оттенка потом когда я напишу уже портрет акрилом то есть саму кошечку нарисую я с водорастворимым маслом сделаю фон он будет более такой плавненький потому что здесь видите какие-то вот такие элементы на картоне есть не идеальные скажем так это все будет больше так вот нивелироваться все это закраситься когда я нанесу еще слой масло будет вот так вот помягче все выглядеть но соответственно на кошечке тоже ничего такого заметно не будет потому что у нас будет 10 и проработка по акрилу нанесла сюда несколько буквально красочек пока что больше не понадобится я уже примерно знаю да какими оттенками я рисую рыжих котов расскажу какие у меня здесь были краски разные бренды у меня пока что все таки знаете старые запасы новых пока ничего акрил не докупаю давно уже не докупал но наверное скоро придется потому что у меня заканчиваются вот такие вот бежевые то есть вот здесь где-то половинка осталось но я еще для фона использую вот такого рода оттенок и но на фон уходит довольно много поэтому думаю будет какое-то пополнение сто процентов черная краска у меня вот такая vista артиста черную на самом деле можно использовать любую и кстати раз уж говорим про черные хочу кое-что вам показать сейчас найду я это использовала предыдущей работе мне нужно было немножечко знаете так затемнять краски наверно сделаем это все-таки вам покажу забегая вперед есть у меня вот такая краска для витража черная она очень жидкая и она такая глянцевая я сейчас все открою вам покажу она еще так засыхает очень сильно сам колпачок и на виду прилипает она прям такая жиденькая жиденькая и ее понемножку можно добавлять в другие оттеночки она знаете как дает такое легкое затемнение и цвета получаются более сложные скажем так она дает также небольшой блеск и так иногда это минус если нам блеск не нужен как шерсти но потом все это перекрывается в принципе финишным лаком когда работа высохла а если делать темные участки например как зрачки то отлично работает можно совмещать все два черных это ну это не обязательно это просто знаете мой такой вот лайфхак можно сказать я люблю какие-то новые эксперименты в общем придумывать потому что я как-то для декоративных целей покупала нам не осталось потом я сюда подмешиваю получается прям такой черный черный глянцевый яркий иногда очень здорово там от зрачки делать например либо другие какие-то моментики по краскам дальше у меня вот такой вот красный сонет сонеты у меня тоже несколько они в принципе хорошие и что мы еще про них помните с вами говорили долго когда лежат вот такие тюбики они становятся краски такие вязки немного неприятны но это когда уже заканчивается срок годности вот такой желтоватый охра вот такой вот оттенок сиена натуральная называется это акрил амстердам осталось у меня но есть несколько таких маленьких тюбиков которые тоже давно и заказывала и все остальное а нет не все оранжевые зеленые и вот такая вот охра желтая вот это как раз это брауберг из маленького набора они тоже кстати под заканчивается так путем понемножку я их использую в принципе нормально особенно если их мешать с другими цветами они работают неплохо потому что они такие но бюджетные да довольно красочки белые у меня сейчас еще остался вот этот хороший мой любимый который кампус его нужно будет обязательно докупать его во все будем добавлять и светло-желтый тоже у меня из амстердама вот такой поэтому тоже с ним будем работать но вот собственно все по кистям по кистям у меня будут две кисточки последнее время покупаю вот такие вист артиста потому что они недорогие небольшие номера да особенно потому что мне не нужны для прорисовки я брала вот такую двоечку и и как-то она мне так нехорошо высохла и стала знаете без острого кончика поэтому я ее для шерсти используем но если маленькое изображение да понятно если нужно больше то другие кисти с номером побольше а единичку недавно взяла это чтобы мне прорисовывать глаза там носик ну какие-то тонкие моменты усы потому что вот это уже пушистая в идеале я люблю когда кисть не очень тонкая там какая-то 34 с острым кончиком даже 5 можно пятерка и с ней вы кончиком прорисовывайте тонкие детали а вся остальная поверхность она работает везде она держит много краски и это удобно в принципе но вот эти ничего и повторюсь такие они недорогие поэтому не очень жалко если что-то происходит потому что кисти все равно такой расходный материал давно ничего с этим не поделаешь все равно они там бесконечно не служат их нужно заменять и так далее давайте сделаем тогда глаза параллельно тоже будем про про все про акрил про краски поговорим черный он такой недостаточно кстати густой но если несколько слоев сделать то будет все нормально сейчас посмотрим какой-нибудь небольшой кусок сделаем минут может быть на 40 до чтобы чтобы это было как-то но более-менее понятно и не очень долго потому что весь процесс он понятное дело займет у меня наверное ну вот от этого момента скажем так до завершения там с фоном еще это наверное я каждый раз так оптимистично делаю прогнозы меня вообще можно не слушать в этом плане но мне кажется может быть часов 6 я успею за 6 часов если так нон-стоп это сделать потому что то знаете какая история на самом деле пока я закрашиваю зрачки первым слоем я уже делала портрет для этой кошки это был подарочный портрет 1 и давно я его отправила почты россии в общем он к ней еще не пришел где-то завис такое редко бывает меня такое может быть второй раз вот и поэтому переделываю я собственно давно за мной это висит и я решила что надо это все-таки наконец сделать иначе никогда все это не доделаю хочется как-то все эти моменты подтянуть и будет спокойнее так что надеюсь вообще в ближайшее время разобраться со всякими такими делами которые накопились подобного плана и может быть побольше всякого полезного записывать я надеюсь очень бы мне хотелось потому что как-то и вы стали активнее реагировать последнее время это мне очень мотивирует в общем меня так пока что такие они кривенькие вышли нужно будет чуть-чуть сокращать с помощью зеленого глаза и кстати на темные моменты которые например на глазками видите такой контур идет у верхнего века я прикреплю кстати сейчас картинку чтобы вы видели как вся эта красота выглядит качество на самом деле плохое картинки изначально но у меня есть там другие варианты на которые я смотрю поэтому должно быть ничего тем более я уже и рисовала эту кошку тогда она была без бантика тоже покажу предыдущий портрет он такой но похоже по стилю соответственно будет и по размеру просто я решила взять хотя бы немножко другую фотографию чтобы было поинтереснее и с черным я пока делаю нос тоже легкие легкие затемнения мне это в целом поможет вообще найти да вот собрать рисунок посмотреть где элементы есть потемнее кстати вот с этим цветом даже с одним зеленым глаза сможем закончить единственное я не добавила знаете что синий или голубой ладно это потом мы добавим для зрачков чтобы в них такие брики поделать там отражение довольно много присутствует и какие-то и красненькие и синенькие беленькие много всего чтобы глаза были блестящие про картон да про то что вот на обычном картоне я это делаю ну довольно толстенький он все-таки до такой вот с определенной фактуркой фактура повторюсь будет меньше в дальнейшем видно пока что ее видно побольше и чтобы не тянул дам чтобы картон не захватывал акриловую краску хотя иногда кстати это неплохо работает например если вы хотите первый такой матовый слой сделать у фона просто чисто на картоне рисуете он вот так вот захватывает вот этот блеск акриловой и получается что такая проматовая поверхность ровная тоже очень здорово можно этим пользоваться но это работает хорошо когда картон с гладкой фактуры а у меня здесь была определенная вот такая текстура а я текстуру не сильно люблю на самом деле мне кажется это сбивает для вот создание своего такого рисунка и давайте про вот этот черный него просто крышка еще золотой закрыла перепутала и он сейчас вам покажу то есть он такой прям жидкий жидкий но он засыхает и получается такой глянцевый эффект очень красивый до мешаем его в черный в обычный будет здорово и помогает правда какие-то вещи затемнять обычные как вариант да вот сейчас будет такой примерчик мы берем оранжевый оранжевая на понятное дело нам не подходит прям для кошачьей шерсти чуть-чуть вот так вот набираю этой черный тут уже я варьирую количество сколько мне нужно и что получается видите ну такой вот приглушенный коричневенький получается который можно вообще прекрасно использовать для затемнения и это очень хорошо работает с яркими цветами и тут помогают то что эта краска жидкая потому что она для витража изначально из того что она жидкая то есть я просто добавляю ее даже не добавляю воды получается ну процесс немножечко ускоряется чуть-чуть быстрее в общем такой рабочий метод креативный скажем так пока у нас глазки подсыхают я немножечко буду делать затемнения по краям глаза мы обязательно погружаем с вами более плотный цвет более темный как раз такой вот коричневатый нужно будет кстати может быть знаете ближе к новому году сделаю какую-нибудь такую закупку не знаю даже акрил и пост может быть отдельно какой-нибудь по акрилу сделаем закупку и распаковку потом и потом по постель на покрыл точно надо будет потому что заканчиваются все эти кампусы может быть посмотреть мне какие-то миниатюры тоже кампуса и к чему я все это ввела то что красочки новые мы можем посмотреть с вами сделать какой-то обзор потому что мне в любом случае они нужны такие потестить может быть еще хороший белый какой-то найдем как альтернативу кампусу посмотрим еще по цене сколько там они сейчас выходят и где можно купить это будет полезно но туда же можно и про холсты в принципе а я хотела сказать про лак для акрила потому что у меня заканчивается большой лак амстердам совершенно прекрасный который был тоже сюда его прикреплю продублируем и про него говорили без лака конечно никуда совсем потому что какой-то вот sonnet например что-то еще но как альтернатива можно конечно но они тоже сейчас так поднялись в цене и сейчас думаешь неужели столько вот за sonnet будешь платить надо посмотреть что-нибудь может быть по скидкам будет или там подобрать в общем и лаки и краски поговорим про них ну вот глаза да немножечко так мы углубили вообще работа получается довольно многослойная как обычно многогранная поэтому ничего страшного если вы там взялись за какой-то портрет и первый слой он но не попадает у вас в полностью в оттенок или полностью в тон я изначально обычно фокусируясь просто на тональности смотрю чтобы нужные темные моменты они были темные светлые оставали светлыми и потом когда то он уже будет нормально собран то вам будет проще чуть-чуть все это по цвету как-то разнообразие да например посмотреть что вроде бы да она не такая рыжая это шерсть она там более в желтенькие где-то больше там какой-то охры все это потом будет легче доделать если будет вот эта первая база у нас так ну вот да как раз вокруг наших глазиков я немножко желтенького добавляю я на самом деле обычно ленюсь и не выдавливала столько цветов знаете как я делаю 1 2 цвета добавляю с ними везде прошлась потом дальше дальше то есть такое что целую палитру из акрила я себе выкладываю это бывает не часто это просто еще чтобы красиво все было на видео я делаю так бывает там парочку цветов потому что я обычно и на что-то отвлекаюсь и получается что акрил засыхает хотя если вы выдавили много да например вечером порисовали все уже там пора ложиться спать и можно накрыть пакетом либо но в пакетик засунуть в обычный прозрачный лучше конечно с каким-то там клапаном чтобы воздух не поступал тогда акрил довольно неплохо держится но если прям вообще да вот совсем воздух туда не попадет то акрил не затвердеет на следующий день и можно будет им порисовать максимум он будет там ну чуть чуть более такое вязки до добавила я бы такого желтенького как он кстати называется а это неаполитанская желтая вот такая ну да красивый цвет хотя тоже для меня чуть-чуть жидковат такой в нашем случае ничего пока что нужен такой легкий слой легко легко перекрывающий светлые участки поэтому нормально работает в идеале знаете я взяла бы в кучу кампуса разных оттенков и и все разные до нужно будет пособирать и попробовать потому что концентрированный цвет даже если тюбик получается более дорогой по стоимости это все равно выгоднее потому что ну вот это концентрированная белая которая кампуса кампусовская она будет полезней вы сделаете с ней один слой да и не будете делать там пять слоев там не знаю сонета например или там брауберга он тоже такой жидкий все таки посмотрим вот и чуть-чуть я осветляю теперь добавляю полосочек вот таких светленьких между рыжими пока что даже без каких-то волосков сейчас наверное вот такой вот ореол вокруг глаз сделаем и где лобик и зато мы можем мы сможем сравнить по степени до детализации вот то что с ним же просто так замазала жиденько это что наверху мы прорисуем так впитывается тоже довольно быстро в принципе на картон довольно неплохо из минусов работы на картоне то что он может деформироваться и где-то там прогибаться немножечко там просесть какую-нибудь сторону но его можно рукой просто чуть-чуть вот так вот присогнуть и все будет порядке давайте сделаем небольшие такие свечения как рефлексики которые идут у нас над глазиком они даже не желтый немножечко больше какой-то в бежевенький поэтому я каплю туда добавлю оранжевого потом если будет нужно мы снова их затемним я еще думала показать может быть отдельно как делать бантик потому что он такой красивый и там есть стразы он розовый с блестками серебряными блестящими такими как его делать если без серебряной краски соответственно хотя тоже была бы неплохая идея у меня просто нет по моему серебряный дома у меня только золотой акрил есть можно будет наверное сделать это тоже интересно такие элементы прорисовывать все это мне очень нравится рефлекс над глазиком рядом кот так храпит вот интересно слышно это конечно на видео или нет он очень громко но сегодня во всяком случае коты не бегают это уже хорошо и не мешает теперь 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 можно чуть-чуть взять белого белый кстати уже такой раз и подсыхает я начала только 20 секунд видео записала и начали сверлить сверху поэтому я чуть подождала и вот сейчас записываем белый видите как хорошо покрывает прям замечательно дает такой четкий цвет если так можно выразиться к нему даже там другие можно подмешать всякие желтенькие которые станут более яркими вместе с ним даже еще до мешаем а то что-то очень светлой немножко густоту вот это уберу так отлично когда слой становится больше поверхность соответственно становится у картона либо у холста не принципиально более гладкая и удобнее рисовать вот но на мой вкус потому что я люблю когда есть фактура но очень очень минимально когда ее практически нет это позволяет нам самим контролировать процесс и добавлять фактуру которую нам самим хочется в этом плане на бумажке конечно рисовать очень приятно потому что у бумаги фактура минимальная кому интересно обязательно посмотрите мой курс по акриловой живописи по анималистике там мы используем разные основы мы говорим про бумагу про холст на картоне холст на на подрамнике потом что еще про картон как картон грунтовать рисуем даже нас пили дерево кому будет интересно снизу я буду оставлять ссылку на онлайн уроки курс довольно хороший получился буду его даже переводить когда будет время свободное на английский потому что тоже хотели его взять но пока у меня руки не доходят так ну что поярче до стали у нас глазки можно кстати сейчас чуть-чуть схитрить ну сейчас носик сделаем а потом сделаем глазки вот в эту прям вот в эту гамму в этот мой желтый такой оранжевый с белым мы добавим немножко зеленого чтобы цвет получился довольно сложный я специально беру какой-то яркий зеленый потом просто его привожу в такое в нужное состояние мне давайте сделаем глазки можно даже чуть-чуть пожиже больше водички чтобы получалось у нас такая более тоненькая линия цвет выходит довольно холодный тем не менее поэтому будем примут в него туда добавлять более теплые цвета сейчас охра может быть туда немножко добавим вот так вот получается он более теплый и по разнообразнее оттеночек да не просто какой-то один зеленый там они разные разные закрасим сейчас левую сторону и соединим сверху две стороны потому что зрачок у нас все таки мы видим как он заканчивается сверху чуть-чуть его по форме вот так скорректируем насколько получится если что потом черным доделаем да так это хорошо можно взять капельку теперь белого сделать блик с левой стороны пока еще краска влажная он там перемешается это будет очень хорошо выглядеть чуть-чуть беленького и капельку туда желтого так желтого давайте охру возьмем она будет поярче чуть-чуть вот сюда справа так потому что глаза такого оттенка очень часто кстати вот именно такие теплые зеленые бывают у таких рыжих кошечек цвет интересный потому что при разном освещении по-разному смотрится иногда при холодном освещению такой прям зеленый зеленый при теплым прям вот желтенький он отдает где-то бывает более нейтрально интересные такие глаза и на фотографиях тоже у кошки они везде такие разные я думаю моего кота у рыжего тоже буду зеленые глаза но у него не зеленые эти зеленые конечно очень красиво когда с рыжей шерстью у него такие какие-то серо-ореховые там и зеленого чуть-чуть но в общем не яркие зеленые как бывают чтобы уж очень мы не затемняли в какой-то там серый слишком не уходили оттенок я возьму поярче поярче зеленого капельку и с ним мы такие основные участки сделаем более насыщенными там где больше виден сам цвет чуть-чуть слева снизу сверху такой нейтральный мы оставляем и можно уже с этим более плотненьким сделать нам глазик который слева с правой стороны у него идет затемнение поэтому там можно вот этим плотненьким цветом относительно покрыть и сразу даже чуть-чуть туда его с черным ввести чтобы он был здесь более плотный я всегда сверху чуть-чуть делаю темнее в любом случае даже если это не сильно бросается в глаза сверху цветной части глазика да потому что идет тень от верхнего века и таким образом глаз будет смотреться объемным закрасим сейчас зеленым с левой стороны потом добавим туда охры чуть-чуть желтый и беленького и сделаем там блик такой яркий даже первый слой такой более нейтральный потом чуть подсохнет и мы сделаем поярче блики поактивнее зрачок нужно поправить по форме потому что на фото тоже он какой-то довольно размазанный но в том плане не очень четкие нужно будет сейчас больше четкости нам придать чтобы не было такого ощущения да как будто глаза разные зрачки разные это будет не очень хорошо чуть-чуть сверху такое вот осветление даю на зрачком так по форме также можно его чуть-чуть скорректировать блик давайте поставим слева а дальше я добавлю все таки капельку синий или голубой сейчас посмотрим и сделаем серединочку вот этот прекрасный красивый кобальт синий хороший цвет очень мне нравится только не открывается он никак немножко его возьмем куда-нибудь куда-нибудь вот сюда но это даже много нам прям капелька будет нужно сделаем с ним такие блики внутри зрачка даже водички много чуть 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 поменьше воды я сама кстати сейчас там чуть чуть форму придумал потому что там она такая какая-то сложная более локальную сделаем вот такую замешаю с черным чтобы более он был такой плотный на некоторых участках как бы помягче у виду в черный цвет вот этот синий я вижу там какие-то и красные рефлексы ки тоже можно сделать слегка так для для интересности чуть-чуть но там окружение видимо такой есть какой-то предмет там красный и делаем яркий боевик на кончик кисти набираю белый там даже побольше можно во первых попадаю с этим белым в голубой пока он не подсох важно это сделать пока действительно слой там еще влажный чтобы у нас была возможность это все капельку распределить тогда будет более но такой масляный мягкий эффект когда акрил будет плавно переходить из одного цвета в другой и ставим блики теперь может быть даже чуть поярче блики можно ставить все более густо у акрила все равно есть свойства что он будет вот так вот проседать то есть он как бы прилепится туда холсту либо к картону до к любой поверхности он не будет объемным как масло это характерно для масляных красочек вот такой объем для все-таки акрила это не характерно поэтому можно где-то не бояться чуть чуть больше делать чуть-чуть гуще краску но просто знать меру особенно если вы любите когда такая гладенькая живопись когда нету фактуры слишком сильный и объема немножечко пройдемся по бликам вокруг глазика поярче хорошо капельку поражение снова цвет смешаем и проверим то что рядом с глазками чуть-чуть и рыженького добавлю снова с темным замешаем немножко доделаем еще шерсти вокруг опять буду добавлять чуть-чуть моего черного про который мы говорили прям капельку чтобы поплотнее был цвет такой коричневатый снова вот такое затемнение и немножко у меня черные ушел до краешки контуры у глаза они слегка потерялись их можно будет восстановить кисточку хорошо помоя чтобы на ней не было очень светлых моментов снова возьмем черный можно даже здесь и два черных вот так смешать и сделаем более четкий более яркий контур если изначально кажется что линия слишком толстая получится вы можете разрисоваться на более таком обширном участке например на зрачке и потом когда останется меньше красочки соответственно линия будет более тонкая можно и промокнуть чуть-чуть об салфетку чтобы не получилось какой-то внезапно толстой линии такое бывает даже если там с единичкой или с нулевкой работаете всякое может произойти и уточняем по этой нашей темной линии особенно внешние края там там плотнее выглядит темный контур и уголочек тоже может быть чуть-чуть такой более активный так сверху я добавила тоже прям такого черного но а слоем наверх я сделаю на него коричневый коричневый тоже как вы видите я сама мешая у меня есть для затемнения красный и черный поэтому такое собственного производства получается вот так вот а более выразительные у нас стали глазки сейчас немножко мы поработаем над затемнениями облагородим вот так вот лобик здесь уже слой такой довольно хороший это значит что у меня линии будут более четкими получаться с помощью кисточки кисточка более так плавно работает потому что ей не нужно как бы соскакивает с верхнего слоя скажем так фактуры до нижнего да то есть поверхность менее рельефная поэтому линия у меня получается более аккуратная в этом как бы весь смысл того что мы добавляем грунтовку делаем первые слои акрилом выглаживая поверхность это как раз таки помогает более такую ровненькую чистую живопись делать чтобы она была гладенькая опять же это подходит не для всего это именно если хочется больше такого фотореализма тогда такое гладкое нанесение она помогает добиться этого эффекта это как кому кому нравится как кому комфортно вот мне нравится когда все так вот гладенько и фактура она только за счет того что мы ее сами сделали я как бы повторяю эти моменты потому что каждому нравятся какие-то свои до свои моменты и не обязательно все должны делать что-то определенным образом если вам нравится густая пастозная живопись то это тоже хорошо чтобы не было такого что есть какое-то навязывание просто вот я чувствую что мне вот вот так вот она хорошо мне это ближе я себя чувствую комфортно когда я прорисовываю когда я делаю что-то более такое абстрактное я тоже могу это делать просто я чувствую себя не настолько комфортно но кто любит прорисовывать вы понимаете о чем я говорю вот это вот ощущение как бы завершенности что все хорошо что все правильно когда ты вот такой взял и прорисовал все что смог ну так вот такие моменты интересные видите даже тонкие линии хорошо сейчас идут кисточкой уже можно чуть-чуть где-то больше больше подробности и даже намек на волоски на направление роста шерсти хотя поверхность небольшая все равно нам нужно будет такой объемчик показать тут возможно да будет еще один слой потом будет дорабатываться это слой когда у нас подсохнет глаза вот можно чуть-чуть скорректировать потому что уж очень какой-то большой глазик слева получился также глазки немножко более такие круглые хочу сделать и потихонечку будем вот так вот все вводить в стороны добавлять еще слои и так далее думаю сейчас парочку моментов сделаю на лобик и наверное будем завершать чтобы очень долгое видео у нас не получилось я посмотрю может быть когда дальше продвинуть запишу еще фрагмент с бантиком я думаю будет интересно вот этот вот блеск и тоже классно все это прорисовывать будет любопытно как рисовать все такие вот глянцевые поверхности как вот стразы да и вот блеск такой горошки вот в этом в принте на на бантике поэтому чтобы уже какой-то готовый вариант был да потому что наверное не интересно смотреть когда ничего не сделано еще не очень красиво когда у меня будет более красивая мордочка готовая то можно будет показать и бантик ну что давайте тогда я буду на этом останавливается вот такой кусочек мы проработали надеюсь это было полезно интересно да что то новое вы для себя узнали если вы хотите меня поддержать обязательно переходите вниз там я оставила ссылочку как можно поддержать мой канал и также про курс по акрилу оставлю ссылку поэтому следующем видео тогда уже с вами увидимся до новых встреч друзья пока пока